И Душевая Господа, и вся Докриняя Моя, имя Святого. Добрый день, добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие отцы, братья и сестры. Сегодня мы праздноваем Владимирскую икону Божью Матерь. Она прибыла из Константинополя в 1131 году. Прибыла она в Киеве, а оттуда была размещена в одном из монастырей под Киевом. И там она находилась долгое время. И вот когда сын князя Юрия Долгорукого, Андрей Юрьевич, получил разрешение от отца, чтобы пойти, выбрать себе удел, где он будет царствовать, Не доходя до Ростова, лошади остановились и дальше не хотели идти. Андрей понял, что там он должен остановиться. Ему явилась Божья Матерь, и она сказала, вот здесь ты должен построить храм, здесь будет большой город. Он построил Успенский собор, и действительно потом вырос большой город, город Владимир, который до сих пор там и стоит. Эта икона делала очень много чудес по всей России. Она всегда помогала, защищала Россию от разных нашествий, от многонападений. И вот в конце 14 века, когда на Россию напал хан Амир, среднеазиатский хан Амир Тимур, то митрополит Киприян московский, и он просил, чтобы из Владимира была привезена Владимирская икона Божьей Матери в Москву. Вот эта икона прибыла из Владимира в Москву. Вечером встречали эту икону, и все это провели в Успенском кремлевском соборе, и там стали молиться весь народ, который тогда в то время от Малого до Великого, которые жили в Москве. А Амир Тимур шел в свои армии, приблизительно он где-то остановился в Тульской области. И там, когда он остановился, он решил, вызвал своих советников и сказал, что Москва здесь уже недалеко, но армия очень устала. Давайте мы дадим возможность, чтобы до завтра, до утра армия отдохнула, а завтра на утречку мы заберем очень легко Москву. И действительно, Амиру сделали большой шалаш, где он там лег спать, и вот там он, все они солдаты покушали и легли тоже спать, отдыхать и ждали утро в следующий день. И что получилось? Когда Амир Тимур или спал, или он просто дремал, он увидел на небе женщину, одетую в царское одеяние, а вокруг нее множество воинов. И она его спрашивает, Амир, ты что, хочешь со мной воевать? И один из воинов своим копьей ударил в этот шалаш и проткнул его. Амир вскочил, испуганный, и не знает, что делать. И вот тут он решил пригласить опять своих советников. Советники сказали, что это у христиан Божья Матерь. И тогда Амир сказал своим советникам, с Божьей Матерь мы не можем воевать, собирайте все вещи и давайте вернемся обратно. И таким образом, с молитвой, которая была совершена в Московском Успенском соборе, в ту ночь, когда Божья Матерь появилась Амиру Тимуру, то молитва помогла, вот, и Царица Небесная пришла на заступничество, и она спасла Россию. И она всегда помогала всем, кто к ней с верою и с надеждой обращались, чтобы она помогла им. Поэтому я хотел пожелать, что по молитвам Царицы Небесной Божье благословение было всегда над всеми нами, и пусть всегда Царица Небесная будет всегда наша заступница перед Господом, чтобы мы жили в мире, в дружбе и в любви друг к другу. И пусть благословение нашего Господа Иисуса Христа будет всегда над вами, ныне и пресно и вовеки веков. Аминь. 6 июля отмечается празднование в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Это поясное изображение Богоматери в темно-красном с алой каймой мафории с младенцем Христом на правой руке, в нежном движении, обнимающим мать за шею и прильнувшим щекой к щеке. Владимирская икона написана с необычайной теплотой, отличается изысканной пластикой линией, совершенством силуэта. Золотой фон символизирует божественный свет.